В среду прямую телефонную линию проведет член Совета Республики Национального Собрания Беларуси Сергей Нюховский. Она пройдет с 10 до 12. Телефон для связи на ваших экранах. У белорусских школьников начались осенние каникулы. На отдых отправились миллион 55 тысяч детей. Для тех, кто не любит сидеть дома, подготовили развлечения. Творческие мастерские, кинолектории, интеллектуальные битвы, спортивные эстафеты и акции по благоустройству пройдут практически в каждой школе. Каникулы продлятся до 8 ноября. С этого месяца изменились тарифы на телефонные звонки между Белоруссией и Россией. Теперь минута связи стоит полтора цента. Сейчас идет пробный для мобильных операторов период. Он продлится два месяца, после чего тарифы станут постоянными. Также правительство двух стран ведут переговоры о полной отмене роуминга. Но сторонам предстоит решить вопрос о компенсации, сдержив мобильным компаниям. На первом блоке БЛС выполнен пробный пуст с турбины. Мощность реактора при этом составила 35%. Отмечается, что пуст с турбины – одна из ключевых операций при подготовке энергоблока к началу выработки электроэнергии. Детский книжный фестиваль стартует в библиотеках Могилева. Проходить он будет как в онлайн-режиме на тематической странице, и в аккаунтах в соцсетях, так и в библиотеках. В течение пяти дней гостей праздника будут ждать встречи с писателями, презентации новинок диска литературы, интерактивные и тетрализованные чтения, тематические акции, мастер-классы, квесты.